приветики поставила камеру и она так сказать меня ждет хочу вас угостить чашечкой кофе а мне моя камера знаете что делает фотосессию причем нижнюю часть моего тела нашла что снимать я помню уже время позднее уже 11 часов думала бы вы иду-ка я в магазин съезжу поросок закончился посмотрела на цветочек и мне его стало очень жалко 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 у него начали перед тем как мыть полы сейчас мы дадим нашему цветочку новую жизнь а заодно с вами поговорим расскажу что и как и почему и где чуть-чуть подниму а то вы меня не видите я думала это цветочек свел себе нормально цветочки отпали начали у него листики желтеть поливаю каждый день вода даже вода есть на этой неделе некогда было заниматься совершенно домашними делами скажу честно на коленях перед камерой как перед иконой даже полы в доме не мылали уже наверное ну неделю точно полы дома не мылали хотя на меня это не похоже конечно просто запрацовалась так что тут у нас получается получается у нас корневища ему просто некуда деваться поэтому я так думаю корни надо чуть-чуть нам очень влажное растение корни надо чуть-чуть разделить ему бы горшок побольше да у меня горшка побольше нет поэтому я сейчас просто вот эти желтенькие по обрезаю которые уже желтенькие которые уже не наши может этот цветок разделить теперь на два цветка что вы скажете это кто-то какую-то вазочку еще дарил будет у нас два цветка да а это земля я вам говорила купила в битле здесь написано что 30 дней не надо поливать растения земля заодно по насыпаем чтобы было нам шумы давайте начнем с того что сегодня все-таки воскресенье воскресенье и отчего вы думаете я проснулась утром рано в 6 утра от сообщение с работ книжка написала что машинка бьется током и что как я про реагировала перевернулась на другой бок мирно уткнулась в подушку есть начальство сегодня воскресенье никакая техническая служба не работает людей в порту мало так что есть у нас луковицы даже не знаю поэтому ребята я сегодня просто проигнорировала то что обычно не игнорируют так как людей мало посуду можно помыть вернее не посуду кофейные чашечки и руками сейчас половинку растения в один я разрезала луковицу на две части что вы скажете этого наше растение сильно пострадает средение уже какие-то желтые чешуйки конечно тут же выброси насыпаем землю сейчас лилёчек начудачит не было уборки так мы ее себе сотворили без чудачи так сказать хоккей теперь ты мне уже нравишься теперь я тебя сюда вот так вот закинул один цветочек и второй будем мы разом разом и нажать комнатные цветочки погода у нас ребята вы себе представить не можете градусов 30 слушала уже и горько в киеве плюс 10 дожди везде ураганы везде страшные дожди а у нас страшная жара хотела ехать в магазин за покупками выходить на улицу совершенно не хочется при такой жаре уже жаримся на кухне целый день уже не хочешь стоять отваливайся кто хочет ли купол это будет на следующей неделе на следующей неделе наш молодожен выходит так сказать со свадебного отпуска и нас становится больше я себе говорю зачем мы тебе с эрикой давай мы уже будем заниматься своей кухней а баристы своей если уже будем видеть что там в субботу дофига и трошки на воду я выйду раньше на работу сделаем мороженое а эрика останется на работе позже и будет продавать это нет смысла просто сидеть всем на работе вчера баристы смотрят на меня вдвоем не заплевал как как я продаю мороженое если один из них выйдет и будет продавать его сам вы как скажете на том и порешили россию нам же что же отдыхать когда-то надо зайди на кухню ты посмотри сколько у нас работы мы не жалуемся мы живые люди есть твоя девушка которая отлично делает пиццы причем и обслуживает клиентов она приехала сюда поработать три месяца заработать немножко конечно работает она по черному так сказать у нашего начальства чуток все сплачено не думаю что приедет кто-то проверять что у нас по черному работает человек из тайвань это просто девушка его гость просто у нас просто у нас просто так за компанию вот как то так так что эриксон чик тоже если на следующей неделе мы не работаем они сейчас ищут новую квартиру с андрюшкой переехать и вроде у андрюшки есть один дядя родственник который живет на альбар вы помните мы мы ездили туда в сторону бакадасы с вами вот чтоб типа за за определенную плату снять жилье чтобы они там жили этот листочек мне не нравится мы посмотрим будет стоять устоит устоит не устоит и вот валим и со временем они конечно будут искать жилье чтобы это же ее купить потому что эрика говорит у нас квартирка маленькая кошка собака их двое ну короче они там не помещаются а купить квартиру с бухты барахты тоже не это самое а снять новую побольше ну какой смысл жилье его надо покупать ребята со временем это я просто просчитала сколько я выбросила денег на то пока я снимала жилье знаете выбрасывая деньги на ипотеку то это хоть в будущем это твоя квартира а выбросить просто так смысла нет ну что вы думаете будут наши растения расти сейчас я сполосну ручки и попробую их полить по идее гранулки должны разбухать и потом потихоньку отдавать влагу растению Таточка твои гранулки на огороде все таки действуют потому что при такой засухе у меня уже там все позасыхало а гранулки те работают я думаю что здесь земля с гранулами тоже будет работать я не знаю подходит ли эта земля для овощей но для комнатных растений она подходит ну и заодно конечно проверим как будет вести себя этот вазон который внизу без дырочек с дырочками это понятно немножко есть проветривание воздух и так далее раз хорошо прольем почему-то еще эти растения когда ты поливаешь потом с листочка капает влага почему может это растение такое может оно так и должно быть эти калы какие-то странные калы я вообще с домашними цветочными растениями не очень люблю я люблю на огороде когда все можно по рассыпать по насыпать а так чтоб дома с землей мне это не очень нравится ну а нюня подарила сушки выбрасывать не буду эти горшки у меня стоят прямо на кухне на белом полу они так неплохо смотрятся один будет в одном уголку стоять вазочка у них белая красивая и будут они у нас нарядные пушистые не знаю сейчас поеду я скупляться не поеду надо выехать потому что бензин машине закончился завтра до работы до еду а назад будем машину толка и все таки придется мне из дому и ежечь и мусор вынеси у ребятки караул я кажа вушке жарко и мне тоже едем виперкуб и не выезжала бы надо разменять деньги потому что завтра заправляться а у меня 50 евро в кошельки, ну никак 6 утра, меня их никто не разменяет фуфуфофуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфууфуфобалдеlik так сдавай сдавай назад ну и куда ты прешь Canon тушьucken назад ночи т ветра навстречу движется транспорт кстати заговорила о деньгах давайте расскажу я вам вы увидели что у меня включена монетизация так сказать на общественном заседании игорька и лилька все-таки дал совет ее включить хотя для меня это смешной заработок так сказать будет ли он не знаю не будет если будет он конечно пойдет на украину сейчас я вам оглашу чисто для статистики ребята дышать нечем в первый день как включила монетизацию естественно включила на все видео там где нет музыки где ее можно было включить так это я шестное туда поехала ой не привыкла я уже ездить по этим за первый день там было заработано 35 центов это в долларах то есть в евро это было где-то скажем 25 евро центов 25 евро центов это вообще ничего ну пусть скажем грубо говоря даже если будет доллар за день набираться то за месяц это будет ну пусть 30 долларов да а выводить можно минимум 100 евро или 100 долларов или пункт его знает что можно что не можно поэтому это месяца три-четыре так сказать будет идти накопление если эти деньги на накопятся то раз в четыре месяца поедут посылки на украину оплатится дорога за посылки потому что содержимое посылок это не окупит это однозначно сейчас только чтобы окупить допустим бензин кто-то спрашивал сколько у меня на неделю в этой машине я могу просчитать бензин потому что в старой машине я этого не могла как бы просчитать она непонятно как она его ела в этой машине 20 евро мне хватает на 10 дней поэтому сказать вам что я гонюсь за деньгами я этого сказать не могу наоборот я отказываюсь от рабочих дней говорю эрика если тебе надо подставляй ты свою спину вот хотя сильвия пообещал нам платить 6 евро 50 в час если мы будем работать это здоровье дороже не хочу я этих денег не хочу я этих заработков не хочу я этих переработать давайте я успею не успею светофор сработал не хочу я этих заработков потому что это очень тяжело ты приходишь домой ни рук ни ног ничего не чувствуешь эрике говорю монетизация включена она говорит и шо теперь я говорю ну копеек 30-40 в день можно заработать она говорит давай я тебе лучше по евро в день давать я говорю не надо кому надо я сама даю конечно если вы хотите стать блогером я себя например блогером не считаю и опять же говорю не рекламирую свой канал упаси бог и не пытаюсь говорить подписывайтесь там ставьте пальцы давайте уже тут так давно была в виперкопе что забыла на какой этаж нажала на первый это оказывается еще парковка мы выходим на авто такой порошочек с дезинфицирующим средством на 100 7,69 мы его возьмем на 100 стирок и начну попали здоровье 4,05 4,05 за килограмм это очень пищает из гранки в among как наше длины всегда ягодка в марную для себя любимой где у нас хорошо так этот вид проход и кондиционеры плашут во всю прохладенько Снимать только нельзя, телефон прячу за тележью. Так бы и жил, ребята, в гараже. Среди недели. Ничего такого, прищепки, которые постоянно улетают в никуда. Скоттекс, порошок и себе малинка. Еду, делаю бензин и до дома. Учить английский язык. Программа для первоклассников. Горл, мэн, вумэн. Горл, мэн. Горл, мэн. Горл, мэн. Не работали б ми в порту, у нас бы тоже клиентов не было. Это, я даю голову на отсечения. потому что все люди в отпусках и в основном на море если только они не путешествуют и не забегают к нам в термину даже на огород не хочется выходить по такой же рюкзи придется выйти полить свои огурчики да они беднее там сгорят это несчастный вообще ни машин, ни людей ничего 1.69 стоит бензин не очень-то дешево такой у нас недавно был интересный случай с заправкой машины хороший один чудак, который у нас кушает забирал потом со стоянки машину она у него не заводилась оказывается закончился бензин что вы думаете просто так залить бензин как мы раньше это делали заливали с канистры оказывается в эти машины абсолютно нельзя потому что если машина не чувствует пистолета я даже этого не знала у меня старую машину по-моему можно было заправить там ключом открывал собак а здесь все этого ничего нет так что если машина не чувствует пистолета она к вашему баку никого не допустит вот такие сейчас умные машины оказываются поэтому его оттянули на бензоколонку и он удачно заправился так что нельзя никогда доводить сейчас эти машины чтобы бензин был на нуле чем мы только не пробовали и шлангами и отверткой и чем мы только туда в бак не толкали нифига все ребятки отключаюсь еду до дому всем пока увидимся завтра